Татьяна Викторовна, здравствуйте, уважаемые коллеги! Я посмотрела большинство из вас из школ. Напишите, пожалуйста, откуда вы, чтобы я тоже ориентировалась, потому что каждый курс читается под свою аудиторию. То есть где ваше место работы? Татьяна Викторовна сказала абсолютно правильно. Представляете, 80% конфликтов между людьми возникает от незнания правил этикета. Вот, вот, школьные. Давайте тогда я представлюсь, пока тоже все представляются. Меня зовут Шавырина Анна Алексеевна. Я кандидат психологических наук. Я работала в школе, в детском саду, которая потом объединилась в комплекс в городе Москве, 429. Может быть, кто-нибудь из моих коллег. Потом я работала в МЧС России, сейчас я преподаю в университете. И тема этикета очень-очень актуальна. Моя бабушка, она из Тамбовской области. И она приехала в свое время из Тамбово, из глухой деревни под названием Старинка. Уже название говорит о том, какая это глушь. Встретила девушку, которая из Тульской области. И вы представляете, бабушка, живя в Москве, никогда не ходила в гости и никогда не приглашала к себе никого, ну, разве что родственники из деревни приедут. Почему? Потому что бабушка боялась опозориться. Как вам вообще вот такой формат? То есть страшно, да? Более того, бабушка меня маленькую не пускала в гости, тоже боялась, что я поведу себя как-нибудь не там. То есть в гости это был запрет. Хорошо, я вовремя об этом узнала. Моя мама, она знала эту особенность, и так как она уже была москвичка, жила в Москве, мама изучила всю литературу, которая была в 60-х годах в библиотеках по этикету. Но, тем не менее, она не уверенно себя чувствовала. Даже есть такая история, когда мама отказала выгодному молодому человеку, как-то выгодного замужества, отказалась от выгодного замужества, потому что он был из профессорской семьи, а она, как говорила, рабочая-крестьянская. И, понимаете, когда я росла в такой обстановке о том, что страшно повести себя не так, с детства я выучила все, что могла. И продолжаю учить. То есть в 11 лет я запросила себе вот такую книжку, этикет и сервировка стола. Но, как вы видите, вот состояние этой книжки. Я ее специально не склеиваю, чтобы показать, что маленькая я ее зачитала до дыр. Самый большой мой страх был – это ошибиться в ножах и вилках. А вдруг будет много ножей и вилок? Пока ни разу не ошиблась, как ни странно. Не попадала в ситуации. И на столовом этикете я даже расскажу, что это не страшно попасть в ситуацию, где много ножей и вилок. Но расту я расту, изучаю я этикет, я его начинаю преподавать. И оказывается, что он настолько быстро меняется, что все, что я знала 5 лет назад, оно уже не актуально. Например, у меня есть… Я буду делиться сегодня с вами интересной литературой. Я буду рассказывать. Например, есть такая вот книжка, называется «Правила вежливости светского этикета». Это про этикет 19 века. Оттуда что можно взять? Ничего. Его можно почитать для общего развития. Он очень-очень интересный. Так еще прекрасно иллюстрированная литература. С картинами, с художников. И после этой книги я начала разбираться в этикете, который описан у нас в литературе. Ну, например, а почему Евгений Онегин, собственно говоря, поругался со своими друзьями? А почему в гордости и предубеждении не разговаривали долгое время? Что там страшного? Не поздравили с юбилеем кого-то. Да, кстати, такая интересная особенность, что это могло послужить. Но об этом мы говорить сейчас не будем. Мы будем говорить о актуальном, об этикете дистанционных коммуникаций. Вот обратите внимание, есть несколько тем этикета. И если вы будете изучать любую школу, этикета, я обучалась в австрийской школе этикета последний раз, то все школы, которые сейчас представлены онлайн, оффлайн, они не включают в себя все темы, которые я для вас сейчас подобрала. Почему? Ну, потому что практически невозможно объять необъятное. Но этикет, если его так рассматривать, можно структурировать на несколько тем. Первый – это светский этикет. Это как общаться друг с другом, это как вести себя в самолете. Что интересно, тоже новая тема. В самолете, в кафе. Мы в кафе этого более-менее уже знаем. Но до сих пор не знаем, что в некоторых странах чьи вы их нельзя оставлять. Мои студенты, я в последний раз выходила на обед, они мне говорят, приятного аппетита, Анна Алексеевна. Нельзя желать приятного аппетита. Представляете, вот такая особенность светского этикета. Почему она появилась? Я расскажу. Этикет поведения в общественных местах. Как себя вести, как поприветствовать. Например, можно ли желать, говоря, доброго времени суток? Странный вопрос, но мы об этом тоже поговорим. Этикет одежды внешнего вида. Иногда своей одеждой можно испортить все впечатление. Деловой протокол и бизнес-этикет тоже очень интересный раздел. У Приднестровья, у меня туда чудесные студенты есть. Деловой протокол и бизнес-этикет компании тоже интересный. Все знают, наверное, что в кабинет начальника не надо стучаться, но есть моменты, при которых следует постучать. И столовый этикет огромная-огромная тема. Одна из самых любимых. Это какой вилкой что есть, с каким блюдом что подавать. И самый мой любимый подраздел это винного этикета, потому что я считаю, что даже если вы не употребляете алкоголь, разбираться в нем вы должны, чтобы не допустить грубых ошибок. Но мы переходим с вами к самому свежему нашему этикету, который у нас появился совсем недавно. Это этикет как раз дистанционных коммуникаций. Я развернула презентацию. Теперь я себя не вижу, только вы меня видите. Этикет, по сути своей, это отношение человека к себе, к самому и к обществу. Говорят же, не смотри, как человек относится к себе, посмотри, как он относится к другому человеку. К тот, кто не уважает себя и не уважает других. Слышали такое? Да, слышали. Да, это именно вот какие правила отношения к себе. По сути, это правила поведения, которые регулируют, а как нам, собственно, себя вести? Где вести? Как вести? Как одеваться? Как говорить? Зачем? Что же в основе? Почему именно так и никак иначе? В основе любого этикета лежат нормы, ценности и поведения. Я быстренько войду, включу вас в дело, что представляет собой этикет, потому что вы, скорее всего, думаете, это просто набор новых правил. Как себя вести? Выучил и веди себя. Нет, бывают ситуации, в которых ты не знаешь, как себя вести. И правила, даже не полезете вы в книгу какую-нибудь по светскому, например, этикету, не будете говорить, а-а-а, так, сейчас-сейчас я посмотрю, как себя повести с тобой и так же себя буду вести. Нет, конечно. Почему? Ну, потому что вы должны знать общую концепцию. Вот раз по общей концепции я говорю, есть в обществе ценность. В нашем обществе тоже есть ценность. И как бы мы не ругались, как бы мы в условиях не жили, ценностью всегда будут люди, и я учу своих студентов, что ценность – это уважение. Уважение к себе и уважение к другому человеку. И как психолог, вы знаете, как раз вот это уважение лежит в основе так называемых личных границ. То есть этикет, по сути, это признание ценности другого человека, чести, достоинства, которые выражаются через поведение. Вы не говорите, ты меня уважаешь, и я тебя уважаю. Вы ведете себя определенным образом и демонстрируете. Причем демонстрируете без напряжения. У меня есть одна девушка, она очень хочет продемонстрировать, как она меня ценит, и у нее иногда вот такой заискивающий взгляд бывает. Наверное, встречали, да? Страшного в этом ничего нет, но не очень смотрится. Вы не любите таких заискивающих людей. Можно же через определенное поведение, например, не опаздывать. Поэтому у нас вот это как раз в основе. И когда студент спрашивает, а как себе повести, вот, например, дверь открывать или не открывать? И если молодой человек стоит около двери, открыть дверь девушке или не открыть? Опять-таки исходим из уважения. А как бы уважительно было в данный момент поступить? И тогда сразу понятно, как мы себя поведем. То есть уважительно, если дверь открывается наружу, открыть дверь, выйти и придержать дверь. Согласны? Если светский этикет не деловой. А вот в деловом этикете кто должен зайти первый в лифт? Как вам кажется? Сейчас уберу презентацию, очень хочу услышать. Вот в деловом этикете кто первый заходит в лифт и наживает кнопки? Мужчина, да, уважительно. Женщина, мужчина. А кнопки кто? Нажмет. Мужчина, женщина? Подскажу. Мужчина или женщина? Собственно говоря, с одной стороны женщину пропускает вперед, а с другой стороны это лифт. Он опасный. Да, кто первый вошел, тот и нажимает. По сути своей, кто первый стоит у входа, тот и заходит, чтобы не задерживать остальных. Это как раз уважение. И кто стоит ближе всего к кнопкам, тот эти кнопки и нажимает. Да, вот это правило такое хитрое, да, непонятно, а как нам, собственно говоря, себя вести. Так. В основе всего этикета лежит принцип гуманизма. То есть мы гуманно относимся к остальным. Целесообразность. А цель-то какая вообще сейчас? Вот цель у нас есть? К чего мы хотим, собственно говоря, добиться? Эстетическая привлекательность. То есть мы красиво выглядим, красиво себя ведем, красиво говорим. И уважение к традициям. Потому что в некоторых традициях будет расценено как неуважение подобное поведение. Давайте так. В восточных традициях, в некоторых восточных странах, что женщина в принципе разговаривает, это неуважение к остальным. И в мусульманских странах, не во всех, сразу оговорюсь, наибольшее уважение и наибольший почет вызывает человека, который старше по возрасту. Вот у них в деловом этикете нет градации по начальству и подчиненным. У них градация по возрасту. То есть начальник, первый здоровается с... Молодой начальник, первый здоровается с мужчиной, который, ну, например, он убирает помещение или какой-то рабочий, если он старше. И пропускает его первого и показывает ему уважение. Тоже это надо учитывать. Итак, мы переходим к основному части. Я хочу еще оговориться, пока вы просматриваете, какие мы сейчас темы разберем, оговориться в такую вещь. Моя любимая вещь – это уместность. Знаете, иногда вроде мы себе ведем правильно, вроде по этикету, но иногда это неуместно. В некоторых компаниях, да? Встречали такое? Что я имею в виду? Иногда себе вести по правилам этикета лучше не надо. Это не та обстановка, не место, где надо что-либо показывать, что-то демонстрировать. Пример. Прихожу я в психонаркологический диспансер. Нет, наркологический диспансер, да, вспомню, как он называется. Кто у нас в школах, в университетах знает, что раз в год мы должны туда прийти и взять справку, что от нашей работы мы еще не встали на учет в наркологическом диспансере. И мы, я туда прихожу, снимаю пальто и говорю, здравствуйте, будьте так любезны, возьмите, пожалуйста, мое пальто, благодарю вас. То есть я сказала длинную фразу в этикете. Чем дольше ты говоришь, тем это считается уважительнее к человеку. А там с головной болью гардеробщик. Я думаю, что он тоже когда-то стоял на учете, он такой, боже мой, как много слов. И я понимаю, что в данный момент я проявила неуважение к нему. Это было неуместно, такая длинная, большая фраза. Я должна была сказать здрасте, спасибо. Все. И ошибаемся ли мы? Конечно. Ничего страшного, в этом нет. Мы учимся. поговорим с вами. Сейчас только о этикете дистанционном. Мне очень бы хотелось, конечно, рассказать все, но, понимаете, в час мы не уместимся. Итак, социальные сети, мессенджеры, Zoom, деловое письмо и, если успеваем, телефонные переговоры. Если будут какие-либо вопросы, пожалуйста, пишите их в чат, если я что-то не отвечу. Я, правда, пока не вижу чат, но я его открою. Итак, в социальной сети. Личная страничка, согласно правилам этикета, это наше продолжение нашего резюме. И, наверное, видели много мемов в интернете о том, что мне не нужно ваше резюме, покажите последние ваши лайки или покажите вашу страничку в соцсетях. Действительно, страница, она отражает нас. Если аккаунт у нас открыт, то он должен эстетически привлекательно выглядеть, не содержать провоцирующую информацию, какую-то провокационную, которая может плохо на нас повлиять, и должен отражать нашу жизнь, нашу работу. То есть, мы как бы показываем, какие мы, какими мы хотим казаться. поэтому есть ряд ограничений. Это называется конфиденциальность аккаунта. Я знаю, что в Инстаграме есть кнопочка, которая либо закрывает аккаунт, либо которая некоторое сообщение всем не показывает. Какие это сообщения, и они могут быть как отражение вашей жизни? Вы можете показать их друзьям, но не всем, не всем вокруг, потому что они могут вас компрометировать. Что это? Это алкоголь. Фотографии с алкоголем, видео, как вы в неподавающем виде танцуете на столах, весело-весело, я ничего не говорю, но не всем. Вы закрываете эту запись, и она не видна вашему роботодателю, не видна вашим коллегам, смотря каким коллегам, может быть, у вас хорошие отношения с некоторыми, и не видна, получается, родителям. И также полуобнаженное тело, или подчеркивание своих красивых изгибов. Вот в данный момент я положила, поставила картинку, это фитнес. То есть это демонстрация фитнеса, о том, что девушка выкладывает такие накаченные ягодицы, она тренер по фитнесу, ей уместно, это для нее рабочий инструмент, это демонстрация того, что она может. Но если вы учитель, получается, учитель, администрация, школа, преподаватель, к сожалению, мы не можем выложить. И так помните правило целесообразное, зачем нам выкладывать подобные фотографии в открытый доступ? Закрытые, пожалуйста, выкладывайте, без проблем. Оно неуместно, поэтому к вопросу о недавнем, когда девушку уволили за полуобнаженные танцы в сети интернет, с точки зрения этики спорный вопрос, стоило ли ее увольнять или нет, или отделаться просто беседой. Но с точки зрения этикета, она просто нарушила правила этикета. она залезла в личные границы, она сделала неприятно, остальным, я не хочу смотреть на полуголую преподавателя своего ребенка, но я бы с удовольствием посмотрела на полуголую свою подружку, которая хорошо танцует, да, вы понимаете, просто мы закрываем. Так, да, посмотрела ваш чат, вижу, интересно, вы как раз комментарии пишете. Да, в делом этикета действительно нет гендерных различий, чуть попозже поговорим в следующий раз. Да, трогать чужие вещи, это вообще не то, что нарушение этикета, это в принципе неуместно. Комментарии. О, картинка, картинка пропала, прошу прощения, пропала картинка. Продумывайте, пожалуйста, какие комментарии вы постите к другим постам. Почему? Тоже может на вас это повлиять. Как? Знают все, наверное, кто сидит в интернете, есть такая категория, называется любящая мамочка трех деток. Они самые злые и самые обидные вещи пишут остальные, типа футы жирная, футы страшная, обычно женщинам достается или ой, как ужасно. Вот такого мы не допускаем. Даже есть такой анекдот о том, что будь ниндзя, найди в интернете, кто не прав, закрой ноутбук и ложись спать. Комментарии здесь надо продумать. Я вспоминаю, у одного известного блогера был пост про то, что важно спокойно относиться к своему телу, принимать его таким, как есть, конечно, следить за ним, следить за качеством своей жизни, со своим питанием, но ты такой родился, ты ничего не сделаешь. И вот в комментариях пишет девушка о том, что ты жирная, ты за собой не следишь, ты просто много жрешь. И вылезая в профиль этой девушки, мы видим, что девушка работает в крупной кондитерской компании. Я не назову сейчас какое, но вы ее все знаете, там самые вкусные тортики. Блогер, конечно, возмущается, говорит, как девушка, работая в кондитерской компании, превосходящей вкусную продукцию, может писать такие ужасные комментарии, это же вообще травмирует остальных. На следующий день ей пришло письмо от кондитерской компании с извинениями, с фразой о том, что данная сотрудница у нас не работает, и мы проследим за тем, чтобы данный сотрудник не устроился больше на работу, связанную с кондитерской компанией. То есть, вы понимаете, мало того, что ее, возможно, уволили задним числом, а может, она была уволена до этого, но так получилось, так еще постараются они, чтобы она никуда больше не устроилась. Почему? Человек себя ввести элементарно не умеет в соцсетях. Никого наше мнение в соцсетях не интересует. И писать блогеру «ты страшный, ты жирный», если вас об этом не спрашивают, чаще всего об этом не спрашивают, если спрашивают, обязательно вопрос ставят. Как вы считаете, а какова моя фигура? Я просто не знаю, ни одного блогера кто бы так вообще спросил. мы не отвечаем. А если даже отвечаем, мы отвечаем корректно и уважительно. Так же, как лично. Аккуратнее, пожалуйста, с лайками и репостами. Здесь даже вопрос идет не об этикете, хотя об этикете тоже, но про уголовное разбирательство. Что значит лайки и репосты? Я не хочу видеть иногда репостные статьи, какие-то провокационные, призывающие к насилию, призывающие к недовольству чем-либо. Я хочу себя оградить. Сразу же я чищу свою ленту, этих людей удаляю. Даже мемы агрессивного содержания недопустимы. Про котиков не считается. Про котиков я очень люблю мемы. Так что, коллеги, размещайте, пожалуйста. это нас всегда радует. Это неуважение, потому что я не желаю чувствовать, слышать это. Также мне не нравится, когда, и вам, я думаю, тоже не нравится, когда присылают «помогите мальчику Васечке», «пропала собачка какая-либо». По правилам этикета это недопустимо. Также недопустимо присылать картинку без текста, с Рождеством, с праздничком. А я в ответ что должна сделать? Спасибо написать, нет, в ответ я картинку тоже отсылаю, да. Если все-таки вам нужна помощь, и вы хотите собрать на благотворительность какие-то деньги, просто так не перепащиваем. Почему? Много моментов. Первый момент – это неуважительно. Ну, я, возможно, не хочу это смотреть. Второй момент – это может быть неправдой. Мы привыкли к большому количеству такого потокового информация. этого человека. Можно, но, например, когда у моих знакомых заболел ребенок, и все кровь пошли сдавать, я сама сдала, выложила фотографии и сделала репост как раз о просьбе сдать кровь. Почему нет? Да, почему это опасно? потому что перепащивание и даже лайканье, но про лайканье чуть позже. Первая главная ответственность за национализм, за высмеивающую религию, но неуважение, понимаете, да? Все есть этикет про уважение и информация о фашизме, терроризме. Это тоже уголовная вещь, поэтому мы это стараемся не размещать но лучше вообще не стараться просто не размещать, да? Это я так аккуратненько подхожу. Плюс мы это не перепащиваем и желательно еще не лайкать. История про котика. Я выхожу иногда в школы, рассказываю с школьником про кибербезопасность и вспоминаю историю про котика. Молодой человек, очень любил котиков, нашел в сети информацию о том, что закрывается кошачий приют и нужно разобрать всех котиков или перечислить им деньги. Как любитель котиков все такие, да? Он это все перепостил всем своим друзьям с надписью «Помогите, пожалуйста, котику» и даже перечислил деньги, какие-то там небольшие, около тысячи рублей. И живет он себе довольный, что он спас котиков в приюте и тут к нему вырываются спецслужбы. Кладут его на пол, связывают и везут его в отделение. И дальше у него статья за финансирование какой-то террористической организации торгующим оружием. Страшная история, это такая невероятная. Что произошло на самом деле? На самом деле внутри вот этой вот статьи под видом котиков счет был террористической организации. На этот счет люди прислали деньги, но разумеется, когда спецслужбы это все вскрыли, они пошли по счетам, по переводам и вышли на молодого человека. Молодой человек говорит, я здесь ни при чем, я котиков спасал. Хорошо, у кого-то сохранился именно скрин, потому что в сети все ушло, сразу же, понимаете, сохранился скрин с его надписью, что помогите котику. Ему удалось доказать. А представьте, что было, если бы не удалось. Поэтому очень аккуратно переводим деньги, то есть вопрос даже не этикета, а безопасности. И не перепащиваем статьи подобного содержания. Вот у нас, смотрите, даже памятку я вам поставила, по перепостным статьям. За некоторые статьи можно получить, ну ладно, штраф, хотя 300 тысяч для педагога это довольно-таки много, это зарплата за 3-4 месяца для многих, а для некоторых и за 10. Да, мы понимаем, или исправительные работы, или тюремный срок, или лишение работы без права работать. А я видела здесь у нас дошкольное отделение, детский сад, школы, библиотеки, понимаете, что любой, даже, даже статья, которая, условный срок, это все, это решение работы навсегда. А условные дадут, даже если вы докажете свою невиновность, сейчас такая практика, что давать условно. Все, мы без работы, понимаете, нас язык кормит. Так, разворачиваю статьи, опять презентацию. Итак, следующее правило, обращаться ко всем незнакомым людям на вы. Тот, кто у меня педагог, тот, кто у меня библиотекарь, тот, кто у меня работает в сфере образования, я думаю, даже им это правило говорить не надо. Но, я не знаю, откуда, но почему-то люди решили, что в интернете можно обращаться к незнакомым на ты. Это, есть даже термин, кто у нас по русскому языку преподаватель, учитель, знает, что он есть, амикошонство называется, под видом дружественности, нам бы как хочется показать свое расположение, и мы называем друг друга на вы, ой, на ты. Так вот, это нарушение ко всем, на вы, без разрешения, мы на ты не говорим. Это правило не только интернета, это правило еще светского этикета, но в интернете кому особо. На ты только с позволения старшего. Можно ли перейти на ты? Со мной можно на ты, да. Вот сразу говорю, со мной тоже можно на ты. Дальше. Правило писать грамотно. Что значит грамотно? Понятно, что все ошибаются, понятно, что русский язык, он настолько огромен, и не сделать ошибку сложно. Например, я в слове «свиной» не знала, что там одна «н» пишется. Но не вот так, как у меня на картинке. Более-менее стараемся писать грамотно. Перепроверяем слова. Но если кто-то ошибся, пожалуйста, не пишите ему в ответ. Тут ошибка у тебя. Учителя русского языка и филологи других никогда не поправляют. Почему? Потому что они знают, что русский язык настолько богат, все правила не выучить, но остальные очень любят поправить. Я тоже ошибаюсь, все знают, что я опечатываюсь, именно проблема в опечатывании. Спасибо моим учителям. Я не делаю грубых ошибок, но опечатки само собой. И я с благодарностью отношусь к тем, кто меня не поправляет или поправляет аккуратно. В свою очередь я тоже остальных не поправляю, потому что это неприлично, это неуважение. Эмозы мы не употребляем в таком количестве. Немножечко пожалуйста. В конце, в начале, когда нельзя, в середине не стоит. С маленькими слова не заменяем, у нас не вот эти детские картинки угадай. И хэштегами мы тоже не злоупотребляем. На вот данный текст записки маркетолога. Если хотят какую-нибудь рекламу сделать, чаще всего такое вот и отправляем. Знала ли я об этом? Нет, конечно. Почему? Потому что правила настолько быстро меняются, вот про эмодзи вообще еле нашла это правило в сети. И если поискать мои посты для молодых мамочек где-то четырехлетней давности, ну не так, конечно, поменьше смайликов, но что-то вроде этого есть. Мне казалось, так будет веселее, так будет жизнерадостнее. Я их не удалила, чтобы помнить о том, что это правило и его нельзя нарушать. Так, о, важное правило никто не знает, я тоже не знала, но как только я его узнала, уже год пишу все целым сообщением. Мы сообщения в социальных сетях и в месседжерах не дробим вот так. Привет, как ты, как выходные. Мы пишем целым сообщением, то есть одна мысль, одна фраза, одно сообщение. То есть это можно было объединить и даже написать уже сразу предложение. Во-первых, раздражает. Ждешь, когда же какое-то предложение придет, и там, написано, абонент пишет. Во-вторых, очень много сообщений получается, и ты начинаешь скролить ленту, тоже неудобно. Поэтому все одним сообщением. Капслог в интернете обозначает кричать. Поэтому капслог используем только аккуратненько, аккуратненько. Не знаю ситуаций, в которых его можно использовать. Не буду заострять на этом правило, все его, я думаю, знают. Не знают правила не выкладывать фотографии без разрешения. Лет пять назад мне подружка пишет, а можно выложить фотографию твоего ребенка в моей ленте? Я так, почему ты спрашиваешь? Можно, конечно. Это моя подружка. Я изучаю этикет постоянно, а она это правило уже знала в то время. Да, действительно, не выкладываю. Более того, я даже в рабочий аккаунт, закрытый аккаунт, не могу выложить фотографию со своими студентами без их разрешения. Я их отсняла в воскресенье и забыла спросить, можно или нет. Пока я не спрошу, я даже выложить не могу. Ну, обидно им будет. Также правило не спамить. То есть не выкладывать разных картинок. Что значит не спамить, что значит не выкладывать картинок, а как же котики, а как же поднятие настроения. Есть ситуации, когда это уместно, есть ситуация, когда неуместно. А просто, опять, обращаемся к уместности. Попробуем, давайте, определить, когда нам уместно выкладывать котиков, а когда не уместно. Вера пишет, что я не могу поправлять презентацию студентов, если есть ошибки фотографические. Да, это коммуникация. Так, Вера, вы в этот момент преподаватель. Да, я тоже студентов поправляю в обучающем процессе. Я не поправляю, если они мои друзья, просто коллеги, просто проходящие, просто коммент кто-то написал. Да, это, конечно, образовательный процесс. Ну, а все, видимо, у нас увлеклись, поэтому в каких ситуациях можно котиков выкладывать? Нет. Давайте, да, проговорю словами. Есть чаты, рабочие чаты, есть чаты родительские. В них фотографий поздравлялок мы не кладем. Котиков не использую, но можно для друзей. Да, Людмила, абсолютно верно. Но для друзей, если у нас веселые отношения, такие доброжелательные, есть вот у меня группа с девочками, и котики там, и шуточки. Все уместно. Да. Так, Елена, чуть попозже прочитаю большой тут у нас пост, чуть-чуть попозже посмотрю его. Да. Так, здороваться правильно тоже. Следующее правило. Да. Привет, говорят приятели. Здравствуйте. Кажется сухим. Знаете, самое, по-моему, страшное – доброго времени суток. Сейчас вот мне тут сейчас полетят тапочки. Я согласна, что полетят, потому что нам, нас недавно приучили говорить доброго времени суток. Это не русское слово. Оно появилось у нас не из русского языка, оно переводное. Звучит оно немножечко так коряво. Можно ли его употреблять? Можно. Смотрите, в каких ситуациях. Я стараюсь его заменять на добрый день. Кстати, вот добрый день можно употреблять даже вечером. У нас уже вот день у нас. А вот доброе утро только в светской беседе или в беседе с друзьями, но не деловой. Почему? Потому что это вот добрый вечер, доброе утро – это такое вот что-то приятельственное, очень приятное. Хотя вот некоторые коллеги знают, я им доброе утро пишу, да, но у нас с ними уже более мягкие, желательные отношения. Доброе время суток еще сейчас за мной поспорят, потому что мы не знаем, в какое время суток люди это посмотрят. Неважно, днем мы посмотрим, да, вот решим, что днем. Будем говорить добрый день, если в деловой беседе. Здравствуйте. Тоже прекрасно, уместно, несмотря на то, что кажется сухо. Привет хорошим приятелям. Если человек статусный, мы на его привет, привет не отвечаем. Что это значит? Мой руководитель может сказать мне привет или приветствую. Старше меня и по статусу, и по званию, и по уровню развития, да, я отвечаю «добрый день», я отвечаю «здравствуйте», но не «привет». Детей своих у меня двое. Я тоже учу, когда вам взрослые говорят «привет», мы говорим «здравствуйте». Они к нам могут на «ты», потому что детям до 12 лет можно на «ты». Мы старше 12 лет ко всем на «вы», включая детей. Учителя, не кидайте из меня, пожалуйста, ничем. Знаю, что это неуместно. Я отсылку даю в уместность. Если у вас уместно на «вы» говорить, говорите детям на «вы». Если неуместно, говорите на «ты», и этикет есть, но этикет нужен для того, чтобы ориентироваться. Студентам я говорю на «вы» и всегда, потому что я беру пример со своего преподавателю Людмилы Филипповны Абуховой. Знаете такого, наверное, кто у нас в педагогике. Так, сокращаем количество звонков. Следующее правило – общение в мессенджерах. Раздражает. Раздражает, звонки отвлекают от работы. Если можно что-то обсудить в мессенджерах, пытайтесь сначала обсудить это в мессенджерах. Например, подменить то, что не требует срочности. Но то, что требует срочности, сразу же звоним и не пишем, что ты мне не отвечаешь. Мне надо срочно. Да, срочно звоним. Не срочно пишем сообщения. Если, конечно, человек пользуется соцсетями, сейчас такие есть, которые не пользуются. Если сообщение прислали, вы его уже просмотрели, к нему поставилось две галочки, напишите, и вы не можете сейчас на него ответить, вы напишите вот такой комментарий. О том, что сейчас я обдумаю и напишу. Пока нет времени ответить, напишу чуть позже. Чтобы человек не был в подвешенном состоянии. В какое время вы ему ответите. Также, знаете, наверное, что поторапливать у нас неприлично. Почему не отвечаешь? Ау, ты чего? Да потому что, например, у меня стоит все мессенджеры на беззвучном режиме. Мне неудобно, если они меня будут пилигать, потому что там как минимум 4 родительских чата. Я тогда только буду отвлекаться на мессенджеры. Далее. Скриншотами не злоупотребляйте. Это опять уважение. Это опять удобство. Все пароли, ссылки, номера телефонов лучше высылать текстом. Ну, понятно, ссылку мы перебивать не будем, она длинная. Но вот пароли желательно вообще не пересылать. Ну, если нужно, мы его отправим. Ну, вот по карточке, типа, скинь мне номер карточки, не поверите. Но я до прошлого месяца, пока вот это правило не нашла, отправляла фотографию своей карты. Не с обратной стороны, да, там, знаете, мошенничество мы не отправляем. Вот сейчас, в данный момент, я присылаю карту и присылаю еще рядом номер, чтобы человеку не перенабивать, потому что это ему неудобно. Он копировал, ставил и все хорошо, замечательно. Замечательно, да, ну, этикет такой, что мы его можем не знать. Так, от голосовых отказываемся. Опять-таки уместность. В каких случаях можно, в каких случаях нельзя? И как поступать, если нам посылают голосовые? Голосовые мы посылаем после запроса, не успеваю набрать, можно ли я спрошу голосом. Голосовые можно послать, если нам разрешили посылать голосом. Например, у меня два заведующих кафедры. Я им, честно сказала, если вам некогда мне отвечать, пожалуйста, пришлите голосовое. И тем не менее, они этого не делают. Они все равно набирают текст. Вот это уровень уважения. Есть у меня подружка, она присылает голосовые. Я пишу сразу же, прослушаю через два часа или так прислушаю утром. Знают они, что я не могу прослушать сразу же. И тогда я отвечаю тоже голосовым. Это быстрее. Но это исключение из праведов. Потому что набирать текст, да, возможно, дольше, чем говорить голосом. Но читать быстрее, чем прослушивать сообщение. Потому что скорость чтения у нас выше. Аккуратнее с лайками. Смотрим, что лайкаем. А то я тут брата своего пролайкала. Даже коммент написала какой-то хорошенький, троюрного. А мне его бывшая понаписала очень веселых комментариев о том, кто я такая, какая у меня профессия. И тут еще вопрос. А что делать, когда человек пишет о том, что произошло какое-то трагическое событие? Лайкать или нет? Как поступить? С одной стороны, мы посмотрели сообщение, мы заметили, мы хотим его поддержать. А с другой стороны, трагическое событие. А мы тут лайкаем, значит, нам нравится. Странно, правда, да? Ну, во-первых, по правилам этикета о трагических событиях стараемся сильно не описать. Ну, если написали, если хочется поделиться, пишите, пожалуйста. Но не обижайтесь, если пролайкают. Правила пока нет. Он, возможно, сформируется. Вы можете сами его сейчас сформировать. А как, собственно, поступить-то, если что-то неприятное произошло? Мы не обижаемся. Давайте договоримся сразу на берегу. Мы не обижаемся, если наши посты лайкают. Мы понимаем, что это они не радуются, они хотят нас поддержать. И не обижаемся, если не лайкают. Тут это специфический пост. Правила нет, поэтому вот так. Опять-таки убедитесь, что поймут правильно или не поймут неправильно. Слава вежливости не сокращаем. Агитацией в соцсетях мы не увлекаемся. Это о чем? Это о том, что «А, вот, проголосуйте про меня, пожалуйста». Мы понимаем, что все в свете голосования не всегда приведут к нужному результату. Поэтому стараемся этим не злоупотреблять. В конце концов, мы с вами не блогеры, мы преподаватели. Преподаватели, учителя, библиотекари. Мы люди интеллигенции. Мы не всякие там мещане блогеры. Уважаем личное время собеседника. Это значит, не пишем внеурочное время. Если мы руководитель, мы не пишем подчиненному выходные в нерабочее время. Был у меня руководитель, замечательный руководитель был, я не знала этого правила. Как-то я на него не обижалась. Но в пятницу вечером она могла мне написать сообщение о том, что подумайте на выходных об этом. Я, получается, все выходные думаю о рабочем моменте. Ничего страшного, свою работу я любила, но не все такие любители своей работы. Поэтому не пишем. Я призываю еще каждый сентябрь, я призываю родителей в родительском чате, как родители, да, не как педагог, в родительском чате, не писать в чат в нерабочее время. Не писать, мой ребенок заболел, а будут ли завтра шахматы, а как у нас работает продленка. Объясняю ситуацию, что педагог имеет право на рабочем месте работать, а дома отдыхать. Он должен восстановиться. Бесполезно. Ну вот реально бесполезно. Да, многие учителя мне жалуются, что понаписали в чат в нерабочее время. И я отвечать им должен. Во-первых, вы не должны отвечать. В нерабочее время вы не должны отвечать и даже просматривать сообщения. На что мне как-то в одной из школ говорят, а как же родители на нас пожалуются? Ну вот, себя уважаем. Их уважаем и себя уважаем. Пожалуются, можно вполне объяснить ситуацию, и адекватное руководство поймет, что в нерабочее время вы сообщения не просматриваете. Но в рабочее время вы их просмотрите, сообщите. Зависит, конечно, от ситуации. Но мы со своей стороны, если мы знаем этикет, это не значит, что все остальные начнут себя так вести. Но, может быть, мы сподвигнем немножко людей, когда будем сами соблюдать это правило. Так, про персональную информацию я рассказала, про откровенные фото я рассказала. То есть у нас вот это осталось в презентации. И теперь переходим к общению в Zoom. Желательно, конечно, когда мы выходим в Zoom, а мы с вами стали выходить в Zoom недавно, еще больше, до этого у нас не так было. Хотя бы надо знать, как в нем работать. Спасибо, кстати, один из моих руководителей, в данный момент очень грамотный. Каждый раз перед любой работой, начало работы в Zoom, в Teams, в Skype, она собирает всех сотрудников, и мы в течение получаса учимся все работать. Каждый создает. Почему? Это, опять-таки, этикет. Это, опять, уважение. Когда человек выходит в Zoom, он должен уметь с ним работать. Поэтому если вы... Ну, вы-то у меня все умеете, да. Если человек не умеет работать в Zoom, пусть он идет, открывает, общается, создает встречу и пробует, что он может все. А не как тут презентацию на все развернуть. Выходить из зоны с хорошим быстрым интернетом. Сложно. По опыту скажу сложно. Вот у меня в данный момент хороший интернет. Он у меня сейчас подключен даже шнур, чтобы не было сбоев. Но я уверена, пока я говорю, иногда у меня подвисала презентация или подвисало видео. Сделать с этим мало чего. Это возможно. Но я сегодня не поехала за город. И я не поеду за город, где в какой-то момент может быть проблема с интернетом. Я сделаю все возможное, чтобы интернет был хороший. И я думаю, что вы у меня поступаете точно так же. В Zoom, когда при входе... Сейчас я говорю быстро правила, потому что я думаю, что вы все их знаете. Но мы повторим, чтобы вы знали, что это правила этикета, а не вы сами придумали, и так уже исторически сложилось. Все это уже вошло в нашу жизнь. Когда заходим в чат, пишем имя и фамилию. И детей мы учим тому же самому, если мы учителя. Имя и фамилия можно отчество. Конечно. Но имя и фамилию должно у нас обязательно быть. Камеру при встрече мы включаем. Мы здороваемся. Потом мы ее можем, конечно, отключить для того, чтобы было наилучшее соединение. Опять-таки, полуместность. Если соединение плохое, отключаем. Если соединение хорошее, включаем. И в камере... Когда общаемся через камеру, человеку проще, спикеру проще, когда мы видим глаза. Правила опоздавшего. Как вы думаете, можно здороваться, если вы опоздали? Вопрос в уместности. Вопрос в жизни. Если кто-то... Опять перебегу с дистанционного, на светский этикет. Если вы опоздали, началось уже собрание, совещание, мы быстренько сели, как мышка, юркнули, сидим тихо. Мы не здороваемся с присутствующими. В крайнем случае, мы кинули головой. У меня студенты приходят, не знают этого правила, он опоздал, он пришел еще со всеми присутствующими, за руку поздоровался. Коронавирус тут вообще ни при чем. Как я вот знала, что не повлияет он на здорование моих студентов, все равно будут здороваться. Нет, пришел, юркнул, молча сидим. В чат, опять-таки, если мы приходим, вы опоздали на вебинар, если вы заходите, будете ли вы здороваться, опять-таки, вопрос уместности. У каждого семинара, у каждого вебинара есть свои правила. Если у вас принято приходить здороваться и писать о себе, хорошо. если не принято и вы понимаете, что это сейчас неуместно, да ничего страшного не случится, если вы не поздороваетесь. Например, я задаю уже вопрос о том, что, а вот, как вы думаете, и вы пишете уже ответа на вопрос, и тут мне выходит в комментарии «Здравствуйте». Ну, понимаете, немножко неуместно. Ничего страшного с ним поздоровается. Вот, честное слово, я вообще не обижусь. И я думаю, никто не обидится, если вы уже пошли к другому вопросу. Так, задник. Не остановлюсь. Задник должен быть красивый. Никаких вещей. Все уже это правило выучили. Это тоже этикетное правило. Уважение. Я уважаю остальных. У меня сзади все красиво. Что у меня сейчас вокруг, у меня сутка на дачу стоит, это, вы этого не видите, значит, этого нет. Аккуратненько используем окошко как фон. Я думаю, что тоже вы правило знаете, что если я сейчас направлю камеру на окно, а может засвечиваться. Плюс за окном может быть не очень красивый вид. Вот у меня там слякоть, стройка, дома строят. Не тот вид, который можно продемонстрировать. Но, если за окном вид, как у меня сейчас на картинке, и если солнце нам не слепит зрителей, если оно не размывает картинку, если оно не дает темноту, пожалуйста, оставьте окно. Это правило не жесткое, просто надо смотреть уместность. Однажды у меня была скайп-консультация с студией, с клиенткой, и сзади у нее, она живет в Риге, в пригороде Риге, и у нее сзади было все зелено, это была зима, но у нее были красивые аккуратные коттеджи, красивые лужайки. Это было эстетическое удовольствие. Я не знаю, какой фон мог быть лучше. Плюс не слепилось. Можно ли так? Можно, конечно. Следующее правило использовать хорошее освещение. Зачем, собственно говоря, нам тратить деньги на всякие кольцевые лампы? Уважение. Уважение к спикеру, уважение к зрителям, уважение к самим себе. Если мы выступаем, это вопрос к выступающим, это не вопрос к тем, кто слушает вебинар, или если у вас вдруг онлайн какое-то занятие, урок, это не вопрос к студентам, это вопрос к ведущему. Хорошее освещение, чтобы вас было видно. Сейчас одну секунду я сложу презентацию, покажу разницу. У меня большая кольцевая лампа. Не такая, как у девушки, чуть поменьше, она у меня крепится на ноутбук. Не буду ее снимать, боюсь. Показываю, как будет выглядеть, как я буду выглядеть, если ее отключить. То есть сейчас в данный момент окно, верхний свет, но, как вы видите, без кольцевой лампы сразу же изображение у нас стало хуже. Включили кольцевую лампу, свет стал лучше. Стоимость кольцевой лампы составляет тысячу рублей. Большой, вот этой огромной кольцевой лампы. А если я с телефона, как же тогда быть? Вот такую огромную лампу, как у девушки, она же не блогер, есть такая штучка, она стоит 250 рублей на Валдеррис. То же самое, только это для телефона. Будет уже симпатичное освещение. То есть у них несколько режимов. Я за такие мини-покупочки и за 200 рублей, и за если вы вдруг делаете карьеру выступающего, я за большую кольцевую лампу, она должна быть. Почему я говорю о том, что только это касается выступающего, но не касается студентов, не касается тех, кто слушает. Дело в том, что кольцевые лампы употребляют большое количество энергии. И обязать всех бить так по своему бюджету мы не можем, потому что мы их тоже уважаем. Так, следующее. желательно использовать микрофон, гарнитуру, наушники и проверять их до выхода в эфир. Почему тогда Анна Алексеевна в данный момент без гарнитуры и наушников? Что же на этикет не соблюдает? Возвращаемся к вопросу уместности. В данный момент звук был гораздо лучше без микрофона. Плюс я уверена, что у меня за окном не будет стройки, и соседи сверху не будут ничего сверлить, штробить. Если нет, у меня рядом лежит микрофон, я его успею быстро подключить, чтобы не было у нас, не фонило ничего, не звенело и не мешали внешние шумы. Правило выключать микрофон, пока не говорите, он уже правило этикета, а не просто удобство. Все перевели в правило этикета. Детей, я знаю, учат точно, у меня вот, когда дети были на дистанционке, как раз я слышу учительницу, говорят, выключаем микрофоны, выключаем микрофоны, да, это правильно, это так удобно, но сначала включили, поздоровались, выключили. Правило не заниматься параллельно другими делами. Опять отсылаем к уместности, сейчас я так от телефона откуда вы узнали? Ну и знаю ее, что все параллельно слушая, занимаются своими делами. Я бы здесь немножко поправила, я бы сказала, не заниматься умственными делами, какими-либо, которые отвлекают от вебинара, если вы его слушаете, но заниматься параллельно каким-то техническим, делом, который не требует умственного включения, например, вышивание, вязание, что-нибудь, шитье какое-нибудь, рисование. Зависит опять от ситуации. Почему нет? Вы меня сейчас не видите, я вас не вижу. Меня это не обижает. Зависит опять от человека. У меня в прошлом году пока были вебинары, студентка клавала ламинат. Она так, я говорю, включите, пожалуйста, камеру. Она поздоровалась. Я говорю, простите, пожалуйста, я тут ламинат кладу. Я не могу включить камеру. Почему? Я тоже хочу посмотреть, как вы кладете ламинат. Она говорит, это неприлично. По правилам этикета нельзя класть ламинат одновременно, пока тебя спикер видит. Я говорю, ладно, хорошо, тогда вы включаете, но потом включите, покажите. Она за две пары положила ламинат в комнате. Какая молодец, правда, всем показала. Зависит опять-таки от человека. Уважительно или это? Это неуважительно по отношению к нему. А вот когда у меня студенты, кстати, я рассказывала тему про выгорание, как помогать психологу, педагогу с выгоранием, а они у меня правильно писали какие-то рефераты, вот это было очень обидно. Я вижу, что они не включены. Я понимаю, что они половину пропускают, задают такие же вопросы. Вот это было неуважительно, рукалось сильно. Я выложила топ неприемлемых вещей во время конференции, вы можете их посмотреть, я их тоже скачала. Что приемлемо, что неприемлемо. Вот видите, неприемлемость у нас по шкале, что максимально неприемлемо, что минимально есть неприемлемо, хотя я студентам разрешала, но за разным исключением разной была ситуация. Сильно опаздывать, но опять-таки опаздывать не на вебинар, а на конференцию, когда вы включены с педагогами, ну, с педагогами, общаетесь, совещание у вас какое-то, находиться в шумных мечах, то есть вот потом просмотрите, какие есть. В Zoom принято четко соблюдать регламент. Время начала, время окончания. Итак, у нас остается, о, ну, я как обычно обожаю поподробнее, не успеваю все рассказать. Хорошо, давайте с вами поговорим про деловое письмо немножечко, и уже будем подходить к концу, я хочу очень ответить на ваши вопросы. Итак, у нас по переписке, по деловой переписке, по e-mail переписке есть тоже определенные правила. Раньше они касались только бумажных писем, если мы вот возьмем правила светского этикета XIX века, то там прописано, как писать, кому писать, в каком стиле писать. Сейчас у нас правила, конечно, упростились, и гораздо проще стало, с одной стороны, жить и быстрее отправлять письма, с другой стороны, тоже есть правила пересылки. Первое, это не употреблять слов, которых не знаете. Есть и такое. Путают разные термины. Аккуратность с терминологией. Кто у нас чаще всего употребляет термины, это начинающие специалисты. Себя помню, лет 20 назад очень любила какой-нибудь термин вести, типа, фрустрации, не знала, что люди не понимают. Сейчас, конечно, такого не допускают. В деловых письмах излагаем короткими предложениями. Люди уставшие, люди на работе, никаких сложно сочиненных, сложно подчиненных, как бы мы ни любили, я обожаю депричастные обороты, обожаю причастие вводить, стараюсь их избегать. Правилам по правилам лучше набрать сообщения в отдельном вордовском документе или в редакторе, но не сразу в теле письма. Кто, как я, не столь внимателен и у него возникают орфографические ошибки, есть даже специальные сайты, где можно набрать текст, проверить, а потом вставить. Мы стараемся не писать грамотно, не допускать таких ошибок. И стараемся деловое письмо не набирать на телефоне, потому что автозамена, я тут про ректору отправила письмо с восьмию ошибками, потому что набирала через Т9, я не знаю, поняла она или нет, больше я так не поступаю, но там нужно было срочное письмо, так не делаем. Проверяем на ошибки, проверяем логику, потом отправляем. И важная вещь, когда отправляем письмо в теме, мы пишем краткое содержание письма. Что это значит? Заголовок понятный, короткий, лаконичный, чтобы было можно отыскать сообщение. И всегда, даже если вы посылаете документы, к нему должен быть краткий комментарий. Так, что значит тему пишем? Открыв ваше письмо, то есть вот просто посмотрев, что оно пришло, человек должен понимать, что это за письмо и что внутри содержит, чтобы не подумали, что это спам. Ну, например, давайте вот сертификат, сейчас, например, вы захотите сертификат какой-то получить? У меня не, ну, тему я обновляла, у меня не проходит оплата за сертификат по какому-то курсу до какого-то числа. И дальше мы напишем обязательно добрый день, можно здравствуйте, я пишу добрый день, не важно, что у них сейчас ночь, они днем работают, по умолчанию мы работаем только днем, да? Дальше, я не могу оплатить сертификат, такое-то число, такое-то время, такое-то тема, такой-то спикер, подскажите, что можно сделать. Вчера я отправляла письмо, я писала предложение от какого-то подразделения по такому-то вопросу. И уже вниз я написала добрый день, прикрепляю предложение, опять-таки, дублирую тему, ничего страшного в этом нет. Чуть другим словами. Прикрепляю документ, в котором мы внесли предложение по такому-то вопросу. Все, человек увидел тему, увидел, что это за письмо, если что, он может с легкостью его отыскать. Дальше применение цитирования. Если вы отвечаете на письмо, или пересылаете, оставляйте вот это серое цитирование, не удаляйте его, чтобы не было путаницы. Не надо на новое письмо писать, чтобы человек сориентировался, что он уже отвечал, что было, что решили. Так будет проще. И внизу подпись. Всегда подпись. Я рекомендую, писать, вот как у нас вот здесь вот, кто вы, что вы, писать с уважением и писать номер телефона или вайбер, ватсап, что-либо. Если посмотреть сейчас мои сообщения, то там как раз лежит с уважением Шаварина Анна Алексеевна. Дальше должность или без должности, зависит это личная, почта или нет. И дальше обязательно номер телефона. Боюсь ли я, что мой номер телефона украдут и что на него будут названивать. Не боюсь, потому что наш телефон уже украден разными магазинами, разными карточками и нам приходит спам. Поэтому, когда вы отправите деловое письмо, прикрепляя внизу, написав ваш номер телефона, вы облегчаете коммуникацию, человеку будет проще вас найти, проще позвонить и с вами связаться. Также смотрите за почтовым адресом. Я думаю, все это правило уже знают. Никаких девичьих фамилий не должно быть, потому что потом не найти. У меня студентка стала очень известна психологом и блогером, но письма, ее письма ко мне приходят под девичьей фамилией. Она никак не изменит письмо. И я думаю, кто это? А, точно, точно, это же моя студентка. Если у вас была девичья фамилия, поменяйте, пожалуйста, это можно сделать, не меняя почты. Никаких ласковых кошечек, я думаю, правило вы все знаете. Шрифт у нас, как в документах, 14-й шрифт, иногда 12-й, полуторный или двойной межстрочный интервал. Опять-таки подводим итог. Итак, деловое письмо отличается от переписки в мессенджерах. Поэтому обращение по имени отчеству зависит опять-таки тоже от уместности. Ответ в рамках двух суток вы должны ответить, что получили, должны ответить о том, что вы обдумываете вопрос и когда будет вообще ответ. И не уберите назойливость зерканием. То есть, если к нам определенно можно обращаться, мы точно так же к ним. То есть, если вам пишут «Здравствуйте, Екатерина Павловна, вы не можете написать привет Василий». Поздравления с праздниками памятными датами можно? Можно, конечно, поздравить. Не мешает это всегда мы благодарим. Так. Итак, у нас осталась не пройдена тема телефонных разговоров. Я знала, что мы ее можем не успеть. У нас так, если видите, мы превысили наше время, допустимое мне. Поэтому вы с легкостью скачаете презентацию ее в PDF-файле. Я ее в последнюю тему, которую я понимала, что мы с вами не успеем, я ее, обратите внимание, сделала очень-очень подробную. Вы ее можете просто почитать, ознакомиться. Так. Да, Татьяна Викторовна, спасибо большое. Сейчас я хочу посмотреть. У нас много было сообщений, и я готова поотвечать на ваши вопросы. Елена меня спрашивала, собираюсь ли я проводить лекции. для подростков, родителей, что очень актуально. Разумеется, Елена, я вообще обожаю преподавать. Вы, наверное, уже поняли, да? Хлебом меня не корми, и вот как-то даже на сессию у психологов, а вы знаете, что каждый психолог уик к своему психологу. Ну, психолог – это здорово. Кто-то тобой интересуется, ты ему что-то рассказываешь, он искренне на тебе средоточен. И как-то он задал, чем бы вы занимались, если бы у вас было сколько хотите денег. Вот если бы было сколько я хочу денег, и мне бы не приходилось работать, я бы все равно преподавала. Это вот самое мое любимое доставляет мне удовольствие. Не, не всегда, конечно. Есть моменты, когда я устала, есть моменты, когда какие-то вредные попадаются студенты или дети, да, школьники тоже иногда бывают уставшие. вот, но я, я за, вообще, за преподавание я всегда. Я против текста писать, да, текст писать я не очень люблю. Тап, тапочек, тапочек не будете кидать. Да, кстати, знаете, вот такую вот маленькую по-светскому этикету, что гостям тапочки не предлагаем. Такое правило. Мало того, что им приятного аппетита не желаем, так тапочки не предлагаем. Каждое слово у нас иностранное, имеет ли значение ставить после слов добрый день одинаковый точка? Светлана, я не знаю, это вопрос не ко мне пойти, это вопрос к филологам. Филологи, вот, меня на русском языке учили, что после добрый день это создательный знак. А поменялось ли вот это правило или нет, лучше обратиться к филологу или учителю русского языка, потому что мои знания могли в этом плане устареть. Да, вот Вера тоже к студентам на вы. Че мы к ним не на вы, они к нам на вы, мы к ним не на вы, они взрослые. Так, запятая и сообщение. Нет, здравствуйте, запятая Иван Иванович посредствительный знак. Вот тогда у нас там запятая, да, есть такая, тоже правило вспоминаем. Вот, все тоже к студентам на вы. Так, 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 что у нас еще по сообщениям? А, про сообщения, что мы в сообщении о болезни, смерти сотрудника, значимого человека в обществе, если рабочий чат, путь не открывает чат до начала работы. Да, согласна. Сообщение о смерти болезни сотрудников в рабочую почту, я согласна, что надо оповестить, потому что, скорее, неуважение об этом не сказать. Но отвечать, это уже к вопросу каждому. Рабочий чат, для работы есть рабочая почта, рабочий чат не открывается до начала, до начала работы. Да, Евгения, вот как раз я об этом и говорила с учителями, это, которые на Щелковской, там огромный комплекс, и вот они говорили, если мы не откроем и не ответим в чате, на нас родители начинают писать жалобы. Вы представляете, какой вообще ужас у них. Я в это, если честно, не сильно поверила, даже спросила руководство, руководство, так сказала, так. Потому что непонятно, что у них там происходит, но, да, до начала рабочего времени чат мы нечего открывать. Ну, все равно как-то. Так. Списки вставлять, деловые письма, маркеры. Вера, немножко не поняла. Вера Шанкин задала вопрос, а списки вставлять, деловые письма, маркеры. Списки вставлять можно, наверное, смотря какие списки. Я имею в виду, что вы прям вставили список, что мы имеем в виду? Маркеры немножко не поняла. Так. Майя пишет о том, что новый мир открыла. Я думала, что я просто собрала все знания, которые вы знаете, и их обобщила. Спасибо огромное. Ой, спасибо большое. Очень много приятных слов. Да, да. Давайте отвечу еще. Спасибо огромное за благодарность. Мне очень-очень приятно. Вера задает вопрос. Пропустили, почему приятного аппетита гостям не желаем. Вера, вопрос к светскому, этикета не к деловому. Давайте я расскажу, пока мы завершаем. Татьяна Викторовна сейчас к нам подключается. Действительно, с этим мы не желаем приятного аппетита. Произошло, вот книжку вам когда-то порекомендую. Ай, этикет называется. Этикет. Автор Татьяна Белоусова. Мне она понравилась. Она пишет о том, что когда произошла смена власти советской, царской на советскую, правило этикета, старые забылись и ввели новые. Иногда они выводились на обувь, лишь бы что ввести. И поэтому было принято говорить, мало что дать гостям тапочки, так еще приятного аппетита писать. Нет, приятного аппетита мы не желаем. Кто знает английский язык, знает, в английском языке нет слова приятного аппетита. Приятного аппетита желает только человек, который готовил это блюдо. То есть повар или хозяйка, которая это приготовила. А по правилам нельзя. Так вот такие, там очень много нюансов. Я этикет еще изучать и изучать. Так, можно ли найти меня в Инстаграм? А можно, только я в Инстаграм очень мало в последнее время выкладываю. Если что-то появляется интересное, я на П-17 выкладываю. Это можно найти сайт психологов. Там можно сразу посмотреть, что есть. Так, да, в французском есть бон аппетит. Да, мы именно с французского утащили. Но тоже бон аппетит, по-моему, сейчас я закончу вебинар, пойду узнают. По-моему, тоже желает повар. Но не уверена, что желает каждый человек друг другу. То есть я вам сейчас, который выпадет сейчас на обед, как раз сейчас, я не могу пожелать приятного аппетита. Но если я повар, конечно, пожелаю. Да, в итальянском тоже есть. Татьяна Викторовна, вы к нам присоединитесь. Мы уже закончили. Да, мы не в Англии, не во Франции. Приятного аппетита мы не будем желать. Ничего. Спасибо большое за приятные теплые слова. Большое спасибо, Аня Алексеевна, за сегодняшнюю встречу. Да, не хотелось разрушать ту атмосферу, которая сложилась в чате и в вебинарной комнате, поэтому дала возможность все рассказать, на все вопросы ответить. По поводу таблиц, да, Алексеевна, пока вы еще не ушли, я поняла вопрос Веры Шапкиной, так что, можно ли, когда пишешь деловое письмо, включать какие-то большие табличные вставки, делать в текст самого письма и по поводу маркеров, наверное, выделять маркерами, там, жирным цветом, другим шерифтом, подчеркивания, то есть, уместно ли это использовать в деловой переписке или лучше какие-то другие форматы выбирать представления? Поняла, поняла, нет, мы маркером не пользуемся в деловом письме, то есть, мы не выделяем ни жирным, ни капслок, у нас просто, вот как в дипломе, в дипломной работе, но таблица, опять-таки, вопрос уместности, если таблица, она не большая, а маленькая, и мы сразу открыли и ее увидели, хорошо, но если ее надо двигать, если она там надо крутить, то лучше ее прикрепить отдельным документом, то есть, если вы у меня сомневаетесь, по этикету это или нет, задайте вопрос, насколько это уместно и насколько это уважительно, вопрос уважения сразу же понятно, вам бы было приятно, вот мне бы маркера, наверное, не было приятно, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Спасибо большое, надеюсь, что мы совместными усилиями на вопрос Веры Шапкиной ответили, надеюсь, что это так. Ну что ж, Анна Алексеевна, если вопросов больше нет, тогда мы вас благодарим еще раз за сегодняшнюю встречу, надеюсь, что если тема будет интересна и востребована, ее можно будет продолжить. По поводу преподавания лекции, ну вот подумаем, может быть, такой курс по сетевому этикету в цифровом формате в цифровом мире подумаем, почему бы нет, но опять же все зависит от вас, дорогие участники, если тема нужна, актуально, востребована, хотелось бы, пишите, обращайтесь к руководителям нашей платформы тоже в письмах, предлагайте свои варианты, мы с удовольствием, конечно, автора включим в наш состав, наших авторов. Ну что ж, коллеги, тогда мы Анну Алексеевну сегодня уже отпускаем, Анна Алексеевна, можете быть свободны, а я еще технической информации дам. А как я должна отключиться, напомните мне, пожалуйста. прекратить вещание просто. Все, благодарю всех за теплые слова, спасибо, что были, спасибо, Татьяна Викторовна, что нам всячески помогали, я отключаюсь, до новых встреч, до свидания. Все, все.